Дорогие, здравствуйте. Мы продолжаем разговор про трансплантацию фекарного микробиота. Если предыдущие докладчики нам рассказывали о каких-то клинических сторонах проблемы, о том, как можно было это все применять, что они наблюдали, а я же попытаюсь рассказать, как можно анализировать данные, которые мы получаем после фекарной трансплантации. И отметим уже один из эффектов, который мы наблюдаем, когда проводим трансплантацию фекарного микробиота. То есть после проведения процедуры у рецепиентов наблюдается клонизация кишечника бактериями донора. И мы всегда часто наблюдаем такую картину, что профили рецепиента движутся в сторону профиля донора. И какие именно процессы под этим стоят, мы сейчас попробуем разобраться. То есть у нас происходит частичная колонизация бактериями донора кишечника рецепиента, или мы наблюдаем вытеснение бактерий рецепиента бактериями донора, что с точки зрения общей микробной экологии, в общем-то, суперинтересный момент. Потому что как при столкновении двух хост-ассоциированных микробных сообществ здоровых, одно замечает другое. Это на самом деле... Или просто приживание этих бактерий, бактерий доноров кишечника рецепиента. Это уже, с другой стороны, это тоже интересно, потому что это может выявление именно предикторов колонизации позволить в дальнейшем, может быть, даже разрабатывать пробиотики нового поколения. Ну, применение различного рода подходов. И для изучения... Что мы проводим для того, чтобы изучить, как именно мы изучаем микробиоту после фекарной трансплантации? Нам потребуется метод, который называется шотган-метогеномика. То есть из образца кала мы выделяем тотальную ДНК, потом эту ДНК засовываем в машинку, которая нам эту ДНК секвенирует, и на выходе мы получаем какой-то набор кусочков ДНК, с которыми мы можем работать. И из этих кусочков ДНК мы можем проводить восстановление микробных геномов. То есть есть уже биоинформатические подходы, когда мы можем взять наши кусочки ДНК и попытаться из них восстановить полные геномы микроорганизмов. Это интересно с точки зрения того, что мы восстанавливаем связь между определенной бактерией и ее функцией. И таким образом мы можем наблюдать… Сейчас я вам попытаюсь объяснить эту сложную картинку. То есть мы, каждая клетка, ну каждая вот эта клеточка, получается, это один из восстановленных микробных геномов ДНК. Чем темнее клетка, тем больше этой бактерии в кишечной микробиоте… Допустим, черным показан ДНК. Чем темнее клетка, тем больше этой бактерии у ДНК содержится. Красным, синим и зеленым показаны цвета, показаны разные рецепиенты, которые получали пересадку микробиота ДНК. Что же мы видим? У нас есть точки до пересадки и после пересадки. Мы видим то, что до пересадки у нас очень много бактерий… Допустим, вот здесь возьмем. Очень много бактерий не было, но потом они начинают появляться. То же самое мы видим у второго рецепиента. То есть до трансплантации, на пятый день после трансплантации бактерий не было, потом они начинают появляться. То есть мы уже видим колонизацию донорскими бактериями кишечника рецепиента. Однако, это можно применять только если мы говорим про микробов донора. Однако, что же происходит с бактериями рецепиента? И если мы на прошлой картинке видели такую картину, то что бактерии донора могут быть представлены, похожие бактерии на донорские могут находиться у рецепиента до фекальной трансплантации. И после того, как бактерии, микробиота донора попала в кишечник рецепиента, существует проблема химера. Я даже не знаю, как это рассказать. В общем, у нас существуют ситуации, когда у донора и рецепиента бывают похожие бактерии. И когда мы проводим фекальная трансплантация, мы сталкиваем эти микробиоты. И уже при проведении процедуры сиквенирования нам их разделить очень сложно. И при применении стандартных подходов восстановления микробных геномов этого не получится достичь, потому что мы можем получить так называемую химеру, то есть бактерию, которая составлена из кусков ДНК как донора, так и из кусков ДНК бактерии рецепиента. И мы такие бактерии называем химерами, химерными. То есть мы не можем разделить, мы не можем понять, это была одна бактерия или это было несколько составленной из разных кусочков ДНК бактерии донора и рецепиента. Однако с лабораторией компьютерной технологии университета ИТМО мы разработали алгоритм, который позволил нам это сделать. То есть мы при помощи данного алгоритма смогли расклассифицировать риды, метагеномные прочтения, которые пришли четко от самого донора и четко от самого рецепиента. Что же в итоге получилось? А мы теперь наблюдаем такую картину. Раньше мы уже осознали тот факт, что бактерии донора могут колонизировать кишечник рецепиента. А здесь же мы видим, что у рецепиента до фекальной трансплантации было какое-то количество своих бактерий. И у нас есть столбик, который нам помогает увидеть, что их было какое-то количество. После фекальной трансплантации количество бактерий и рецепиента становится меньше. И это может говорить о том, что у нас происходит замещение одной микробиоты донора, замещение микробиот. И однако же у нас есть некий кластер, который частично покрывается после фекальной трансплантации. А здесь у нас о чем это может говорить? О каких-то штаммовых перестройках. То есть, например, штамм донора замещает штамм рецепиента. Почему происходит такое явление и как вообще это регулировать и что мы в итоге получаем в дальнейшем? С этим еще нужно разбираться. В общем, еще у нас была пара рецепиентов. У них тоже, в общем-то, наблюдается совершенно такая же картина. То есть, у нас был донор, который заместил микробиоты у трех людей. И это на самом деле очень интересно. Наша команда представлена фамилиями, которые я представил на слайде. И хочется отметить Олега Валерьевича Глащапова и его команду, которые помогают нам в наших исследованиях. А также коллег из других организаций, в том числе и из университета ИТМО. Мы недавно написали статью и выложили ее на биархив. И она, в общем, называется вот так. Ее можно почитать и высказать свое мнение. Спасибо. Евгений Иванович, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.